Субтитры сделал DimaTorzok А именно, ну получается прям вау Особенно с черным хлебцем прям Нам понадобится с вами селедочка, соленые огурчики Красный лучок колечками будем резать Горошек, вот это вот укропчик Вареная картошечка и вонющее масло Все очень быстро, все очень вкусно Просто мммм И продукты для нашего будущего и нетривиального салата я заказал в Экомаркете В сервисе доставки любимых продуктов высокого качества на любой случай А оформлять заказ можно даже за город И через мгновение любимые товары уже на вашем дачном столе Экомаркет это идеальный спутник любого обеда И наших самых вкусных кулинарных шедевров Все подробности и скидка на первый заказ по промокоду Дорогобогато Уже ждет вас по ссылке в описании Друзья, у нас сегодня с вами потрясающий совершенно готов Так вот, соответственно, мы открываем с вами селедку под шубой Ой, что я несу? Я просто хочу селедку под шубой, вообще не могу, целый день не думаю Мы открываем с вами Ты видел? Масло капнуло Но не долетело Мы открываем с вами нашу сельдь Селедку на самом деле, вот эту вот мать, мать Я ее и дома покупаю, не думайте Она ничего Мне она нравится Я покупаю, правда, ее в стеклянных банках Но как обычно, блять, не решили придумать задроча Мы с вами нарезаем нашу сельдь в масле Она даже какая-то ебаная вот у них сельдь в масле Какая-то она непонятная Ну ладно, короче, если вы будете покупать себе селедку Я вам советую покупать этого бренда Но в баночке Кусочками в баночке Потому что здесь мне нужно, понимаете, потянуть время Этот интерактив, который я терпеть не могу Но тем не менее Хочется уже быстренько чик-чик-чик Все приготовили и съебались, понимаете А не вот это вот все Мы с вами нарезаем нашу селедку кубиками Вы можете, в принципе, ее измельчить Но я люблю, ребят, чтобы селедка все-таки Она, ну, немножечко как бы Селедкой под шубой я не люблю, чтобы она чувствовалась Сразу вам говорю, я делаю муссовую селедку под шубой А вот в салате именно я хочу понимать Что у меня во рту кусок рыбы Понимаете А не что-то там бы то ни было Еще непонятное Нарезаем ее вот такими вот меленькими Потрясающими кубиками Вот Я еще люблю сельдь с дымком Вы знаете такую из детства прямо Я помню, мы с мамой заходили в магазин И покупали всегда сухарики-трекорочки с томатом Господи, какие же были потрясающие сухарики-трекорочки с томатом Это же просто пиздец Это просто было мое дедство Трекорочки с томатом, банка сельди И вечер был просто шикарный Обожаю, что в детстве мне нравилась банка сельди с дымком Как бы пока все дети Я не хочу сосиски Я жрал просто сельди, мне было похуй Ну ладно, тем не менее Значит, мы нарезали с вами нашу селедку Вот так вот ее договнили Думаю, может быть еще чуть-чуть ее нарезать помельче Хотя на самом деле с другой стороны Ну, да не, нормально Нормально, можно так оставить Симпатично выглядит Ничего страшного Хочу помыть быстрее руки Хочу быстрее закончить Блядь, блядь, блядь Скорее, скорее, скорее А, а Друзья, мы с вами селедку с вами продолжаем Складывать вот сюда И дальше все очень-очень быстренько Вот так вот сложили нашу селедку Да, раз-раз Затем Блин, я только что помыл руки Ну, какой пиздец Опять их мыть Надо было сразу словить А, у меня не было куда складывать Затем мы добавляем с вами соленые огурчики Да Что это за соленые огурчики? Хорошие огурчики, кстати Ни-ки не пробовал Нарезаем наши с вами огурчики И пока я нарезаю наши с вами огурчики Предлагаю рубрику Вопрос-свет хулида, если нет Напоминаю о том, что у нас есть телеканал Житковский телеканал Телеграм-канал Житковские посиделки Куда вы можете задавать свои вопросы Ссылку мы оставляем в описании Я не могу представить себе Как можно жабить бабки На шмотке На путешествие я могу, на самом деле Мне похуй как-то А вот на-на-на-на Я даже заикаться стал В смысле Как это возможно? Когда ты видишь красивую сумочку Или что-то Как я могу себе отказать в этом? Вообще просто невозможно для меня Если бы со мной была моя пассия С такими же взглядами Типа пожабить на сумку Или на что-то Сразу нахуй с пляжа Просто даже вообще Без возможности Восстановления, понимаете? Поэтому я не знаю Но мы живем один раз Че там, я не понимаю Че там постоянно что-то экономит С собой туда не унесешь Надо тратить все, что есть Понимаете? Вон сколько людей Но откладывают они свои Понимаете? Эти копейка-дрочеры эти Откладывают себе На какой-то непонятный черный день По итогу черный день Наступает в момент Инсульт, понимаешь? Очнулся морг Все В очереди в рай Поэтому и деньги Их вообще остаются на их картах И никто их не забирает Понимаете? И вот это вот зачем Это все надо? Надо сразу же Пришло потратить Единственное Если вы хотите прям Вкладывать деньги То вкладывайте их В вещи, которые вам нравятся Например, в сумочку Шанель В Эрмест там Или еще куда Потому что это с годами дорожает А не просто Вот какие-то вот эти Вы знаете сумки Майкл Корс Дикен Вай Блядь Гес Вот эти все бренды Я просто не понимаю Ребят, пожалуйста Если вы мечтаете о какой-то Брендовой сумке Или брендовой вещи Не начинайте свою Брендовую жизнь С брендов Майкл Корс Дикен Вай Гес Это не считается крутым Лучше поднакопите И купите что-то хорошее Чем покупать вот это Понимаете Каждый человек Который смотрит на это Он для себя делает Определенные выводы Поэтому вы не обижайтесь Пожалуйста Но я думаю Что будет Очень мало Комментариев На тему того Что я не прав Дикен Вай Гес И Майкл Корс Это мувитон Носить такое Это мувитон Это не стильно Это не модно Это недорого Пинка в том числе Тоже Вообще Раньше они были модные Сейчас-то превратился В такой вот Абсолютно галимый Шерпотреб Поэтому К моему великому сожалению Ребята Как бы вы не хотели Здесь плеваться В комментариях Мнение У 90% людей Оно таково Слушай Ну у нас был отель Пять звезд Премиум Мне кажется Это один из самых дорогих Отелей на Мальдив Нет Мне не кажется Так и есть Это один из самых дорогих Отелей на Мальдив Поэтому там По сервису Нареканий И вообще просто ноль Даже вы знаете Настолько доходит Сервис Что тебе в кровати Ставят каждый раз Разные какие-то вкусности То есть там Сегодня там Это какие-то маленькие Там мини-манго Завтра у тебя Какие-то панкейки Такие тоже маленькие В баночке Или ты например Звонишь Делаешь заказ И говоришь там Я хочу там То-то-то И тебе оператор Говорит Вы в ресторане Вчера сказали Нашему официанту Что у вас аллергия На креветки Не у меня В целом Что у вас аллергия На креветки Вы уверены Что вы хотите Заказать это блюдо То есть понимаете Да Официант пошел Сказал своему персоналу Персонал передал начальству О том Что там у какого-то Из клиентов Такая вот ситуация То есть уровень заботы Настолько максимальный Что ты просто Ну вот все Что ты захочешь Тебе все сделают И это очень Очень круто Безумно вкусные Завтраки у нас были Совершенно потрясающие Захотел на велосипедах Везде поездил Захотел Поехал Заказал себе машину За тобой приехала Вот эта вот мини-баги Абсолютно бесплатно Никаких курьезов не было Мы на яхте доехали На яхте уехали Вообще было потрясающе Очень все комфортно Максимально И я очень прямо Отлично себя чувствовал Мы вот ездили В Валдорф Астория Отель называется Валдорф Астория Виллу снимали В этом или в следующем году Хотим поехать В отель Называется Джоали Вот его попробовать У них тоже классные виллы Ну разумеется, ребят Хочу вам сказать Кто у меня спрашивал Что бюджет Как бы на Мальдивы Нужен прям хороший Это прям очень дорого Вот Потому что Ничего говорить Это прям очень Это очень дорого На эти деньги Можно в принципе Купить себе мерседес На эту поездку Понимаете Какой-нибудь А-класс Если вы хотите лететь На Мальдивы Не надо на этом экономить Нужно лететь по полному прайсу Чтобы не чувствовать себя Как-то ущемленно Потому что если вы летите На дорогой курорт Нужно отдыхать дорого А не вот это вот Полететь на дорогой курорт И жить в каком-то говне Понимаете Ну смысл тогда Претендуюсь и соответствую Я всегда об этом говорю А если нет возможности Поехать на Мальдивы Можно потрясающе поехать За более дешевую сумму Например в Турцию И отлично там тоже отдохнуть Поэтому я вот за это Не обижайтесь Но это факт Ребят Мой итальянский Сериальный Начался Потом я улетел на Мальдивы Вступительный урок был Мы его провели Вот Но к моему великому сожалению Потом я улетел И вот мне написала Моя учительница О том что Алексей Заправляем вонючим маслом Алексей вы готовы К продолжению занятий Я говорю Да А я ей не ответил Надо кстати говоря Ей ответить Но мне на самом деле Не так сложно Итальянский Как бы Мне сказали репетиторы Которые Два репетитора у меня было Они сказали Что у меня в принципе Быстро схватываю Поэтому Поэтому вот Так Наш салат Практически готов Слушайте ребят Ну я могу сказать вам так Ну как спасал жизнь Ну дед взял Понимаете Дед не мой А в целом Рандомный дед какой-то Кастомный Значит взял Самокат Я еще жил На старой квартире Он взял самокат Вот так газанул Перевернулся Ударился головой Ну я выезжаю Значит Это тело Эти ноги Эти шубы Эти губы Смотрю Дед лежит И все приезжают Мимо него Я говорю Дед что с тобой Он говорит Внучка помоги Я уже просто Ору Думаю Лол Окей Хорошо Не будем деда доводить До инсульта Я говорю Да-да Сейчас две стеки Вызвал ему скорую Но его отвезли Что-то там с меня взяли Номер телефона Что-то мне там нужно было То ли Я так Если честно Не очень помню Что-то они То ли хотели с меня Деньги списать Нет По-моему Что-то не то Короче Взяли с меня номер телефона На всякий случай Если у деда Не было бы возможности Оплатить Я бы за него заплатил Но у меня там Проблемы никакой С этим нету Ну взяли Короче Никто в итоге Не позвонил Вот Спасти жизнь Это считается Спасти жизнь Думаю что нет Нет Так чтобы спасать жизнь Я не Не делал таких Еще вещей Ну не сказать Что я пиздец Как слежу за миром моды Если честно Самое отвратительное Мне не нравятся Заколочки Ебаные на голове Вот эти вот Ублюдины Вот эти заколочки С бисером С хуйней какой-то Ну Типа что самое ужасное Я давно не смотрел показы Меня в целом как-то насрать Я теперь Занимаюсь следующим Я Пишу своей байерша Говорю Скидывай мне то что я Примерно такой же Что я у тебя заказывал Она мне чаще всего Скидывает ботегу Фенди Гуччи Баленсиагу Потому что я у нее пальто И пиджаки брал Баленсиага И она мне скидывает Короче то что мне может Понравиться По итогу все вещи У меня примерно одинаковые Я говорю Блин так все круто Она говорит Алексей извините Это у вас уже есть А извините я забыл Вот бывают такие конечно Курьезы Но тем не менее Я что-то не смотрю Ни показы ничего Мне иногда в запрещенной Грамме вылезают Какие-то там Новые коллекции Я так делаю И скрин говорю Мне это надо Мне это привозят Помните у меня сумочка такая Фенди Багет Куча кармашков в ней Примерно такая ситуация Вот Не слежу Ни зачем мне так насрать На самом деле Я стал относиться К этому чисто так Знаете Как к необходимости Правда Эти необходимости Уже так много Что я не знаю Куда это складывать Но я просто хочу Себя постоянно чем-то радовать Думаю Нечего делать Куплю новую сумочку Мне нравится Или нечего делать Куплю новый чехол На телефон С Алиэкспресса Буду ждать его Два месяца И каждый день думать Блин блин Он скоро уже доедет Он такой классный Он доезжает Оказывается говном Но тем не менее Я его ждал У меня прям было ожидание Такое знаете Что ой Скоро приедет Скоро приедет Вот Мне нравятся такие приколы Но делать все равно Нехуй Слушайте Я не знаю У меня если честно Безответной любви Особо никогда не было Потому что Если как-то у меня С кем-то не клеилось У меня сразу переключался Мой фокус На каких-то других людей Понимаете То есть у меня Никогда нет такого Что я там Могу по кому-то убиваться Убиваться могут по мне А я нет Ну здесь не получилось Но в другом месте получится Я так себя Психологически Всегда успокаиваю И всегда работает Да никак не пережить Переключиться на кого-то еще Господи прости И все Не париться Я же говорю Я же его по принципу Ну здесь не получилось Ну там получится Вот и все И под эту потрясающую ноту У нас уже готов Наш с вами потрясающий салат Друзья Ну что же Мы с вами доготовили Наш с вами салат Я предлагаю его выложить На тарелочку И наконец-таки попробовать Я на самом деле Этот салат попробовал В гостях И мы пили его Ели его с пивом Вот Поэтому Это прям Знаете Все быстро Чик-чик-чик Нахуячил И чувствуешь себя прекрасно Вот Соответственно Давайте Что-то Неаккуратно Получился Давайте его Проводь И буду Луком И все Луком Угу 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 Топ Я обожаю Он идет как полноценное блюдо То есть я не знаю С чем его можно подать Можно в принципе Кстати говоря Картошку отдельно отварить Сделать селедку Вот такую вот С горошком С лучком И с укропом Да А можно Кстати говоря Сделать медово-горчичный соус И заправить Вместо пахучего масла Как мы это сделали Заправить Вот такой вот заправкой Тоже будет вкусно Но горошек Я бы не стал добавлять Мне кажется Он здесь будет лишний Вот Ответственно салат Бомба Десять и десяти Но Если вы планируете идти На свидание Или с какой-нибудь Салавацией в этот день Я конечно же вам Не рекомендую экспериментировать Но мне это не грозит Поэтому мне совершенно похуй Тем не менее С вами был я Алексей Житковский Готовьте салаты вместе с нами И не только салаты Вот отмечайте меня в сторис Мне будет приятно Увидеть что вы готовите вместе С нами Пишите Как вам Ну и соответственно Что? Увидимся в новых выпусках С вами была программа Дорого-богато Я Алексей Житковский И до новых встреч Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»